Украина якобы хочет вернуть себе ядерное оружие, по крайней мере об этом вчера сообщил Бильд. Тут сразу нужно добавить, что вышел президент Зеленский и уточнил, что мы, Украина, никогда не говорили о том, что мы хотим создать ядерное оружие. И тут же в офисе президента также отреагировали и сказали о том, что риторика рёбкая почему-то совпадает с российской пропагандой. Марк, вопрос к вам, почему такая риторика сейчас именно появилась в западной прессе и в целом, если пофантазировать, как вы восприняли идею возвращения ядерного оружия для Украины? Знаете, я эту тему давно более или менее комментировал, потому что на самом деле она же табуированная тема. Об этом говорить как бы нельзя, потому что Украина, находясь в условиях войны, главную помощь получает от союзников, западных союзников, которые резко против выступают любых попыток даже разговоров по теме изменения статуса Украины с безядером на ядерном. Ну и верность обязательствам, верность Украины, так сказать, этому безядерному статусу в рамках тех соглашений и обязательств, которые она имеет, ну в общем является аксиомой, является константой неизменной. Хотя на самом деле условия войны, они же меняют эту ситуацию. Не будь войны, Украине бы никогда даже в голову не пришло обсуждать вопрос, возвращаться ли к обладанию ядерным оружием или нет. Причём, понимаете, если в отношении Афганистана какого-нибудь или страны там совсем отсталые, ну говорить о том, что они могут обрести ядерное оружие, это вопрос такой, знаете, риторический, отвлечённый, несерьёзный. Ну, Украина всё-таки страна, обладающая ядерной энергетикой, обладающей ресурсами, материалами для создания ядерного оружия. Ну, может быть, конечно, неполным циклом, может быть, и не имея всех возможностей, но всё-таки это большая, крупная восточноевропейская страна с научным и другим технологическим потенциалом при всей непростоте этого вопроса. Ну и плюс в условиях войны, понимаете, как бы этот вопрос не встал бы на весы с тем, что Украина может перестать существовать или станет ядерной державой. Вот в этом контексте можно рассматривать этот вопрос, а не в контексте того, что нет никакой необходимости добиваться ядерного оружия, что угрозы применения в отношении Украины ядерного оружия страны России нет. Это кто это гарантировал? Это кто это дал стопроцентную гарантию такую? Ну, просто мне интересно, что западные страны говорят о том, что нет, Россия никогда не применит ядерное оружие в отношении Украины. Но я такое слышал, что и в отношении конвенциональных средств Россия, значит, не начнёт войны. И самой Москвы, и из других мест давались гарантии. Мало того, подписывался Будапештский меморад в 1993 году, в 1996 уже выведено, как бы всё было из Украины, все средства, хранившиеся там на складе. Ну, вы знаете, всё равно такое ощущение, что, в общем, для Украины этот вопрос уже не табуированный. Не такой, что это вообще даже нельзя обсуждать. Да, сегодня первые лица, чиновники отрицают, что под публикациями билетов есть основания. Ну, а с другой стороны, сам Зеленский цитирует себя же на встрече с Трампом и говорит о том, что заявил ему о том, что «а какие у нас остаются опции?» Пожалуйста, расскажите. Либо НАТО, либо ядерный статус. А как мы ещё можем защитить свой суверенитет? Слушайте, ну, при всей риторическом значении, ну, можно рассуждать о чём угодно, да, в данном случае. Но ведь это правильная постановка вопроса. А в НАТО собираются Украину принимать? Или же Украина должна сгинуть, сохраняя это табу, ни в коем случае не прибегая к созданию ядерного оружия? Вот я только что сейчас посмотрел заявление Путина на саммите Брикс. Он встречается сейчас там журналистов. Вот прям буквально я видео посмотрел, он, значит, заявляет. Ну, типа, да, украинские чиновники и до начала февраля 22-го года широкомасштабного конфликта говорили осторожно, он так говорит, о возможности возвращения ядерного статуса. Он не договаривает, что одна из гарантов, стран-гарантов по Будапештному рандуму, которая должна была в обмен на безъядерный статус Украины гарантировать её территориальную целостность и суверенитет, сама стала страной-агрессором. Ну, да бог с ним, опустим это. И говорит дальше, что это трудоёмкий процесс, ну, мы понимаем, что Украина обладает некоторыми возможностями по достижению этого результата, но мы этого никогда не допустим. Мы предпринимаем соответствующие меры, и он говорит, мы этого не допустим. Ну, то есть, понятно, опять грозит. Понимаете? Получается, что Украине грозят, и создаёт она ядерное оружие, и не создаёт она ядерное оружие, возвращается она к ядерному статусу, ей всё равно всё время грозит. А чем грозит? Войной, что она ей грозит, Украине, за создание ядерного оружия? Просто мне интересно. Или ударом ядерной бомбы? Так они же и сейчас грозят ударом ядерной бомбы. Вот он громогласно менял ядерную доктрину и говорил о том, что вплоть до дронов так трактовалось, что прилетающие с территории враждебного государства война на территории уже Российской Федерации могут привести к применению ядерного оружия. Понимаете? Тогда я не очень понимаю. Ну, то есть, все эти угрозы, которые он и сейчас расточает, намекает на них, они без этого звучали. Тогда получается, что у Украины такое положение, при котором она вообще ничего не должна делать в этом направлении. Но, конечно, публично никто никогда не признается, никто никогда не скажет, а вот мы, знаете, делаем ядерную бомбу. Израиль, который давным-давно, десятилетия назад создал атомное оружие, не признается в наличии его у себя. Может быть, Украина тоже имеет возможность создать ядерное оружие и держать его в прозапас. То есть, ядерное оружие, вот раньше говорили, это же ведь такое оружие, которое никогда не будет применено, и оно имеет значение только как символ. Который, да, обеспечивает суверенитет, не нападение на страну, поскольку это чревато ядерной войной, ее эскалации и так далее. Но его наличие, оно, в общем, нужно для того, чтобы в случае чего его применить. И это создает вот такой защитный купол над страной, над нацией, что ее вот не уничтожат, не лишат суверенитета и так далее, и так далее. Я не исключаю, что в украинском руководстве внутри секретно идут напряженнейшие, интенсивные по этому поводу переговоры. Почему? Давайте представим себе гипотетическую ситуацию, которая, кстати, уже бывала в 1922 году, что российские войска опять подойдут к Киеву. Гипотетическую. Я сейчас не говорю, что это будет завтра. Какие опции есть у Украины для того, чтобы спасти нацию и свой суверенитет? Просто мне интересно, пусть их перечисляют. Вступление войск НАТО в войну, какой-то отдельных стран, входящих в НАТО в войну, или полагаться на свои силы. Вот мне просто интересно. Вот сейчас план победы, который провозгласил Зеленский с трибуны Верховной Рады, обнароды. Ну, пункты мы его узнали, потому что в Америке этот план был представлен, и американская пресса об этом писала. Все пять пунктов, они публичные, известные были. Первым пунктом стоит отчленство НАТО. Какая реакция? Реакция такая кислая. Не, ну пока война, мы этого делать не будем. Я говорю о реакции на Западе. Ну, про Москву говорить нечего, чего ее обсуждать. Какие альтернативы вы предлагаете? Ну, просто интересно. Ну, хорошо, план победы в этом пункте, конкретно в этом первом пункте, не устраивает, поскольку они уже четко сегодня шелятся на пресс-конференции с Байденом, заявил это втягивание НАТО в войну с Россией, это недопустимая эскалация, это, так сказать, ну, со всеми вытекающими из этого там ядерной войной мировой и всем остальным. Окей, окей. Окей. Какая есть альтернатива? Ответ – никакой. Больше ничего не предлагаю. Ну, а что, если хорошо не вступать в НАТО, что тогда? Ничего. Поэтому вопрос о ядерном статусе Украины, он тесно должен быть увязан с решением вопроса о членстве в НАТО. Опять же, я повторяю, возможен диапазон широкий членства от действительно полного членства с вовлечением НАТО в войну с Россией вплоть до принятия, как я утрирую, до Львовской области в НАТО и обеспечения хоть какой-то зоны безопасности НАТО на территории, ну, куске Запада Украины. Ну, хоть какой-то кусок территории, где можно, так сказать, спокойно жить, иметь военные заводы, военные аэродромы, будучи, значит, защищённым бесполётной зоной именно там. Никто даже как-то не ищет креативного подхода. Есть чёткая позиция главного государства, сейчас Соединённых Штатов, части Германии, там, других, которые говорят, что это недопустимая эскалация, что мы не можем принять Украину в НАТО, ну, пока война не закончится. Ну, так я хочу сказать, что Путин слышит, Кремль слышит, Россия это слышит. Никогда войну не прекратят. Ну, это же, ну, вот такая зависимость. Давайте продолжать войну, чтобы у Украины не было шанса вступить в НАТО, поскольку война затеяна для того, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО. Именно это главная цель. Территория, это понятно, это само собой. Марионеточная власть, там, деноцификация, демилитаризация, всё это понятно. Но главное, это чтобы Украина не ушла назад. Да, главная цель войны. Так они будут воевать вечно, получается. И у Украины нет шанса выпрыгнуть из войны при таком подходе. У неё есть шанс либо исчезнуть, проиграть, да, либо вечно воевать. Ну, потому что собственных сил для того, чтобы победить в этой войне, явно недостаточно, явно не хватает. То есть, должна появиться какая-то гирька на этих весах, которая её перевесит. А этой гирькой может быть и НАТО, а может быть и атомная бомба. И другого варианта здесь, честно говоря, я вот пока и не усматриваю. Потому что война длится скоро уже три года, в феврале будет. Кто-нибудь решится сказать, что эта война может прекратиться каким-то волшебным образом? Ну да, мы понимаем, что если Путин сдохнет, то тогда, да, наверное, скорее всего, война прекратится. Но это не находится в ведении, так сказать, государственных деятелей, что в Украине, что на Западе. Этого никто не знает, как это может произойти и когда. Поэтому инструменты такого Запад сам не предлагает. А инструменты, которые предлагает украинская власть, Западу не нравятся. Они чревато эскалации. Поэтому прибегнуть к вопросу об обладании ядерным оружием не является совсем уж такой бесполезной идеей. Я бы вот так сказал. Марк, продолжение этой темы. В случае, если представить, пофантазировать, что Украина сможет вернуть ядерное оружие себе, как это повлияет лично на Путина? И сможет ли в будущем ядерка действительно сдержать Россию и Путина? Возможно, кто будет после Путина? Насколько в целом Россия сейчас будет понимать язык силы? Россия, во-первых, никогда не понимала другого языка. Потому что в те моменты, когда с Россией пытались договариваться и действовали в поддавке, играли в поддавке, Россия увеличила свой агрессивный аппетит. Ну, опять же, как Россия? Ну, власть российская. Потому что Россию-то никто не спрашивал, что общественное мнение на что-то влияет. Мне нравится, когда опросы, меняющиеся цифру, арифметику, показывают за войну, готовы пожертвовать. А что, это кого-то вообще интересует в Кремле? Вот 99% будет против войны, и всё равно война будет продолжаться. Потому что в системе, которая существует, функционирует в системе власти, в системе управления, в государственной системе. Не имеет никакого значения отношения людей. А власть собирается эту войну продолжать. Безусловно. Чего боится Путин? Ну, боится Путин, во-первых, в двух вещах. Он боится потерять власть и умереть. Ну, погибнуть. Ну, не знаю, любые варианты выбирайте. Дело не в дефинициях. При каких обстоятельствах это может произойти? Ну, очевидно же, от старости, либо при тотальном поражении политическом, внешнем и внутреннем. И поэтому, конечно, проиграть войну с Украиной, а я считаю, что наличие ядерного оружия Украины, оно и на ту, и на другую сторону влияет. Во-первых, Украина может напоследок, потеряв Киев и всё, весь свой суверенитет, отправить какую-то ракету, которая до Кремля отлетит. Ну, я утрирую, естественно, но в принципе. А во-вторых, ядерное оружие ведь действительно это символический способ защиты суверенитета. Вот те страны, которые ядерное оружие обладали, почему-то, вот удивительное дело, да? Свой суверенитет защитили. И ни у кого не возникает желания на них напасть, даже на такую страну, как Северная Корея. Это не значит, что этого никогда не произойдёт. Но, во всяком случае, десятилетия мы наблюдаем, что страны, обладающие ядерным оружием, сохраняют территориальный целостный суверенитет. Давайте их перечислим. США, Франция, Великобритания, Россия, Северная Корея, Китай, Пакистан, Индия, Израиль. Ну, Израиль не признаётся в том, что официально у него есть ядерный оружие. Непонятно, что с Ираном. Вот такой ядерный клуб. Так? С этой точки зрения, ну что тут можно сказать? Украина стремится обрести эту силу не потому, что она как бы во что бы ни стало хочет обладать ядерным оружием для решения каких-то больших геополитических проблем. Удивительное дело, вот из всего восьми стран, ну не считая Израиля, перечисленных, только Украина самая такая, знаете, локальная геополитическая, геополитический субъект. У которого нет, вообще-то говоря, никаких планов вовне. Там, захватить территорию России, захватить территорию Турции, захватить территорию Румынии, Венгрии. Зачем? Для чего? А у всех в восьми, перечисленных странах? Такие запросы есть. Ну, Пакистан и Индия известно, да? Там и Кашмир, и другие проблемы, так сказать, с мусульманской частью Индии и так далее. А у Северной Кореи по отношению к Южной Корее всё известно, да? У Китая по отношению к Тайванию, ну и другие территориальные вопросы. Там с Индией, например, они спорят за Тибет, даже приграничные, скажем так, территории. У России тут говорить нечего, чего растрачиваться по пусту. Ну, а цивилизованный мир, он какие бы претензии имел, он просто этого не хочет. Америке не нужны никакие другие территории, Франция, Великобритания, зачем это надо? Ну, поразительная вещь, да? Но вот Украина оказалась в ситуации, когда война вынуждает её прибегнуть именно к этому последнему средству. Опять же, при каких обстоятельствах? Когда всё, когда уже будет поражение? Можно ли исключать поражение Украины? Ну, слушайте, давайте я вам нарисую картину, при которой, например, побеждает Трамп на выборах. Германия, так сказать, и другие союзники в Европе говорят, о-о-о, тут у нас, знаете, вот это проблемы, мы как-то, в общем, не готовы в одиночку, как бы за вычетом, за минусом Соединённых Штатов, тянуть на себе это всё, и неизвестный результат. Москва интенсифицирует вместе с северокорейцами какие-нибудь, там ещё какие-нибудь появятся, иранцами. Идёт на Киев. Ну, и какие варианты у Киева? Просто я вот гипотетический. Поэтому язык сил, конечно, но это язык вынужденной силы, а не то, что как бы, вот давайте, а что у вас есть, а что у нас? Вот и всё. Для чего создаётся дрон, для чего пытается Украина создавать баллистические ракеты? Ровно для этого же. Обладать всем арсеналом военным для того, чтобы защищаться от агрессии. Никаких планов захватить Москву, сделать там выжганную землю и прийти туда, значит, и чтобы там Зеленский был президентом ещё и в Москве на Большом престоле, ну, нету. Нет таких планов, никто этого не хочет. Поэтому, да, язык силы — это единственный язык войны, другого языка нет. Потому что языка мира Москва не знает. В этом её беда. Она не разглядит языком мира. Мы этого не видели. Вот и всё. Абсолютно серьёзная сейчас идёт такая информация, что Трамп может попробовать осуществить силовой захват власти, если ему не удастся выиграть выборы. И сейчас уже якобы готовится для этого основа, пишет издание «Политика». Вот насколько подобный силовой захват власти возможен, в принципе, в Соединённых Штатах? И какие в таком случае могут быть последствия? Во-первых, сам по себе Трамп вдруг стал олицетворением деда Щукаря, который раньше был абсолютно литературным персонажем и в живой природе не очень встречался. А тут выясняется, что это такой совершенно уникальный многоформатный политик, который может абсолютно всё. Он уже из Путина непонятно где, при каких обстоятельствах, то ли в землянке, то ли на авианосце. Но поговорил, что «Володя, да я же тебя разбомблю». И после этого его остальные, любые другие заявления, судя по всему, дальше он полетит в космос, но на планете Земля у него ещё одно маленькое дельство – создать президентом. И если по какой-то причине ему полагающийся престол вдруг не предъявит, а ведь понятно же, что, ну, собственно, кроме Трампа, ну кто ещё в этой Америке живёт? Ну откуда там какие-то 300 миллионов? Да ну что вы? Ну только он может быть президентом. И если ему Винда положит, не вынут и не положит, то, конечно, он просто с ноги откроет туда дверь и станет президентом, потому что... И вот после того, как он начал заговариваться, и нечто среднее между дедом Щукарём и Лукашенко из себя начал представлять, становится очень грустно. Оказывается, в Америке вот из этого надо выбирать президента. И Трамп, который сейчас занимается только одним, он пиарится. Потому что его слова всё менее-менее достоверны. Ука ему прострелили, но этого хватило буквально на одну неделю. После этого в соседнем дворе какую-то бабушку то ли пристрелили, то ли прибили, то ли это было покушение. Опять мимо Трампа. И опять его котировки не растут. А заведомо более проигрышный кандидат Камала Харрис, у которого, в общем-то, интеллектуальные способности не очень высоки. Ну так, где-то на уровне табуретки. Она почему-то милее американскому народу, и есть ощущение, что вот-вот она где-то что-то выиграет. А Трамп великий и могучий, опытный политик, при котором не бывает войн, при котором вечное лето, при котором всеобщее благоденствие, почему-то никак не получает мандат. И если ему не дадут, то дальше смотрите, что я сделаю. Это очень утомительный персонаж, который считает, что для пиара подойдет абсолютно любая чума. И через какое-то время вполне возможно, что... Ну, все-таки, знаете, он тут с Путиным поговорил. Он сказал, Володя, ну я же тебе купола-то, башки-то твои снесу. Ну, после этого вполне возможно, что он скажет, так, ну климат на планете Земля, ну сколько можно? Ну, Грета Тунберг первой исходила на трибуне ООН. Она же тебе климата объяснила, как надо. Значит так, климат, стой раз-два. Ну-ка, что быстро, что там? Дальше ему подскажут, что именно. Следующий как раз межконтинентальный всегалактический способ выхода на околоземные орбиты, когда Трамп начнет на небе там звезды менять. А что это звездное небо и карта над Америкой как-то не очень с большой медведицей? А давайте-ка звездочки я подведу. Я же все-таки Трамп. Очень опасная симптоматика. Вы знаете, может быть, очень опасная, но похоже, что есть люди, которым это действительно заходит, потому что все больше и больше информации о том, что рейтинг Трампа и Харрис в последнее время, он выравнивается. И то, что вот Трамп сказал, что он действительно мог ударить по Москве, что при нем не было бы войны, а без него будет Третья мировая. Мягко говоря, очень нелицеприятно высказывался в адрес Владимира Зеленского. Вот все это в случае, если Трамп все же станет президентом. Чего ожидать? Потому что, ну, действительно, говорят сейчас аналитики о том, что это все предвыборная риторика, и он будет стабильным, когда станет президентом. Ну вот вы верите в трамповскую стабильность, и что это будет за стабильность? Трамп, который пытается объяснить, что он на самом деле главный талисман планеты Земля, и если не он, то, соответственно, будут кризисы, катаклизмы, извержения вулканов и массовая гибель, он от своих слов откажется сразу, как только получит ключ от овального кабинета. Потому что одно дело восхождение на престол, и сейчас у него процентная гонка, на самом деле она говорит о том, что не он побеждает, а о том, что Камала Харрис настигает. Все больше и больше аргументов в ее защиту, в ее пользу, все больше и больше людей склоняются к каких-то симпатиях в отношении нее, при том, что она по сей пору два слова-то связать не может, и каждое ее появление на публике говорит о том, что ни аргументов у нее, ни мыслей нет. И она, которая так верно служила престолу нынешнего Байдена, сейчас должна доказать, что это не она, что она одной из двух. Либо она была плохим вице-президентом, и это Байден свирепствовал, а она никто и молчала в районе табуретки, либо это их согласованная политика, за которую она несет ответственность. И тогда с какой стати ты должна быть президентом? Очень тяжелая позиция. А Трамп в этом отношении теряет вообще какие-то параметры здравого смысла, и начинает объяснять, что он просто сам по себе хорош. Слушайте, я такая классная девушка на заглядение, а как вы можете на мне не жениться? Вы что? Я же просто посмотрите, какая вся из себя красавица. И все это абсолютно не имеет никакого значения. То, что Камала Харрис не придумала ни одной серьезной умной мысли и по подстрочнику иногда угадывает, иногда нет, не говорит о том, что она в действительности будет такая. И Трамп, который сейчас объясняет, что, конечно же, он может, он сделает. И вообще, посмотрите, у него, между прочим, трехтомник опыта геополитической стратегии. Он его еще не написал, но в первый раз, когда он в Белом доме, в овальном кабинете что-то такое великое делал, он уже показал свое мастерство, свой уровень. Сейчас осталось только закрепить этот материал. Все меняется, когда ты достигаешь цели. И если какой-нибудь журналист позволит себе открыть рот и сказать «Трамп, а вы же обещали!» То Трамп расскажет о том, что, во-первых, вы меня так поняли. Во-вторых, это был не я. В-третьих, ложечки уже нашлись. И ни в коем случае не будет делать, в принципе, даже следовать своим обещаниям. И звезды останутся на месте, и с войной он ничего не поделает. И вот это вот брамаду ведь он начал с чего? С того, что у меня есть способ. Знаете, я стану президентом, на второй день война закончится. А все прошли мимо и сказали «О, там Трамп что-то такое говорил, а что он там?» «Да что-то про войну Бог хотел». Даже неинтересные подробности. Там, минуточку. Вы что, прошли мимо моих гениальных стратегических намерений? Так, еще разочек. Вы что, меня не расслышали? А его и в пятый раз не расслышали. И сейчас его задача просто обратить на себя внимание, склонить какое-то количество людей на свою пользу. Тем более, что у американцев очень серьезная, очень проблемная, очень многоходовая система выборов. Она не прямая. Там есть те, кто голосует от себя, есть выборщики, которые голосуют якобы с точки зрения других. И это, в общем, путаница, в которой непонятно, на кого ты конкретно можешь повлиять. Рот-то ты открыл, а кто понял, что в этом рту было, не всегда понятно, не всегда ясно. И до последней секунды не угадываемо. И Трамп будет кардинально другим. И Америка тому много раз показывала пример, что люди в своей предвыборной риторике обещают многое, потом становятся президентами. И здесь включается защитный механизм Америки. Америка – это очень большой авианосец. У него есть своя большая инерция, но при этом у него своя устойчивость, он многопалубный, подбить его очень тяжело. И он всегда двигается своим курсом. И вот Америка, она всегда идет своим курсом, как бы ни менялся у них капитан на командирском мостике. Капитаны бывают разные. А авианосец двигается и всегда, в общем, достигает своей цели. Поэтому, даже если Трамп окажется безумен настолько, что в какой-то момент переиграет свою челядь, свой двор, и выяснится, что ему не указ. Во-первых, есть инструменты юридического обуздания президента. Не говоря уже о парламентских, типа импичмента, но на самом деле судебная система, она позволяет генеральному прокурору отдернуть президента и сказать «Президент, ну-ка на место». Это очень непривычный инструмент, нам этого не понять, как это так. Есть какая-то власть над наместником Господа Бога на земле, и есть в целом та самая знаменитая, многократно описанная, без конкретики, система сдержек и противоречий, которая не позволяет даже самому неумному президенту Соединённых Штатов необратимых глупостей наворотить столько, чтобы потом эти наломанные дрова утопили Америку. Этого не произойдёт. Поэтому обещать жениться он может сколько угодно, так только под венец, это будет кардинально другой, совершенно иной Трамп. Вы знаете, мне вот очень интересна такая история. У меня всегда спикеры, которые приходят на стрим, понятно, плюс-минус их позиция, то есть симпатия к одному или к другому кандидату в президенты Соединённых Штатов. То есть сейчас мы с вами вот разговариваем, я не могу понять вашу позицию. Всё-таки вы склоняетесь больше к Камале Харрис и к её президентству, и к её рациональной позиции. Потому что, судя по тому, что вы говорите о Трампе, то всё же, скажем так, не кандидат ваших симпатий. Как в фильме «Служебный роман». Что вы за человек такой? Я никак не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Попытка положить меня на чашу весов в довеском. Это всегда очень сложно, потому что мы привыкли к тому, что мир чёрно-белый. И большинство людей в высказываниях своих тоже либо в одну, либо в другую сторону очень конкретны. А взвесить так, чтобы личное не превалировало на уровне аргументов и сделать свои выводы, вот к этому многие не готовы. В Казани начинается саммит БРИКС. И мы с вами в предыдущий раз об Азах говорили о том, что Путин человек, который хочет быть всегда в центре внимания, поэтому его отмазка, что я не еду, не лечу нас G20, потому что я буду отвлекать всех, как-то не подходит. И вот опять-таки, Путин разговаривал с СМИ стран БРИКС, его спросили об отношениях с Китаем. И ему сказали, не чувствуете ли вы себя младшим братом? Он сказал, да нет, 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 что вы, у нас отличные паритетные отношения. Вот как это бьёт по Путину? И понимаем же, что с полномасштабным вторжением в Украину он стал младшим братом для Китая. Он хотел же ждать, чтобы быть наравне с Соединёнными Штатами Америки, решать вопросы планеты этой, а сейчас с ним не разговаривают. Это всё-таки не достижение целей, которых хотел Путин. Временно он оказался в центре внимания, как подросток, который вырвался на сцену и бьёт посуду. И в этом смысле, наверное, он достиг желаемого. То есть, в какой-то части, в части, наверное, с точки зрения эмоций своих, это же такое эмоциональное желание просто быть в центре внимания, это же потребность и удовлетворить какие-то комплексы. Это рациональным желанием просто хочу быть в центре внимания, это не может быть. И в этом смысле эмоционально, может быть, он даже и удовлетворён. То есть, он чувствует, что добился своего, значит, весь мир им занимается. Но с точки зрения рациональной и долгосрочных интересов, ну, конечно, нельзя быть этим удовлетворённым. Он занимается тем, что он таскает каштаны из огня для Китая, ну, и, наверное, в меньшей степени для Ирана. Вот для Китая точно, тут сомнений нет, Китай вообще ни в чём не проигрывает, строго говоря. Вот у Ирана там есть сложившиеся ситуации, серьёзные проблемы. Может быть, отчасти, опираясь на поддержку Путина, он пошёл на вот эту авантюру, поддержав войну Хамас, нападение Хамаса на Израиль, да, и в итоге сейчас оказался в ситуации, когда у него две руки отрублены. Вот Хизбалаб, ну, там, не то, чтобы полностью уничтожен, но, конечно, радикально ослабленный, да, и сейчас никакого серьёзного сомнения сопротивления армии Израиля оказать не может. Вот. И Хамас, ну, Хамас тоже вообще практически порошок стёр, то есть там остатки сопротивления, уничтожено руководство. Вот. То есть Иран, вот если бы Путин его не поддержал, может быть, он бы и не пустился в такую авантюру, да, и в этом смысле он, ну, может быть, в чём-то проиграл. А Китай вообще ни в чём не проиграл. Китай выиграл и в смысле успадения России в зависимости от него. Ну, то есть Россия, условно говоря, потеряла западные рынки, Газпром потерял западные рынки, Европа, европейский рынок. И теперь он в состоянии близком к банкротству, ну, движется в направлении банкротства, да, и он не знает, куда свой газ пристроить. И он теперь Китаю готов продавать, они сами готовы строить этот трубопровод «Силы Сибири-2». А Китай нос воротит, значит, цена нас не устраивает, хотя по сравнению с европейским им и бестоводством с огромным дисконтом всё предлагает. Ну, вот. Ну, а где он теперь Китай, по-моему, ждёт уже вообще, когда не то, что бесплатно ему будут отдавать, а ещё будут приплачивать за то, что он согласится российский газ брать. Вот. Значит, вот, вот, начиная от этих вещей, да, и заканчивая, ну, международной ареной в целом. Понимаете, ведь в Китае очень серьёзные проблемы были связаны с противостоянием с Америкой, особенно во времена Трампа, вот это, торговые войны. Вот. И Америка очень серьёзно занималась с Китаем, потому что стратегический противник Америки это, конечно, Китай, не Россия. Россия, вот как этот подросток, который бьёт посуду, в какой-то момент оказывается в центре внимания, тем не менее, он не становится из-за этого серьёзным игроком, да, и масштабы, ну, не физические, а вот масштабы экономики, военные силы и так далее, значит, всё это, ну, не позволяет России там быть, значит, реальной угрозой Америки, а Китай рассматривается, ну, с точки зрения экономики в первую очередь, значит, как реальная угроза Америки. Поэтому, вот, до того, как Путин пустился в эту авантюру, Америка очень серьёзно занималась Китаем. А сейчас всё, Америки не до Китая, наоборот, она апеллирует Китаю, особенно, когда Путин там разойдётся и, в ходе, через чё, сильно начинает угрожать ядерной войной, а кому звонят американцы? Звонят китайцам и просят урезонить этого психа, метафорически выражаясь. И всё, и вот Китай в положении того, к кому обращаются с просьбой. То есть, без него не могут. А когда к тебе обращаются с просьбой, ты всегда в ответ можешь выкатить свои просьбы. И вот так диалог-то и налаживается. И в этом смысле, вот пока Путин исполняет роль главного плохого парня в мире, Си Цзиньфинь, соответственно, не самый плохой парень. И, соответственно, решая проблему с самым плохим парнем, в какой-то момент обращаются к этому парню, который уже не такой плохой оказывается. В общем, по всем направлениям, по каким ни посмотри, в принципе, Китай представляется, что он выигрыш. Я не знаю, может быть, у него есть какие-то проблемы появились с Северной Кореей. Может быть, Северная Корея воспользовавшись вот этим тупиком, стратегическим тупиком, в котором оказался Путин, пытается выйти из-под влияния Китая, диверсифицировав, так сказать, себя в отношении Путина, я всего лишь предполагаю, то есть я пытаюсь представить, где Китай мог проиграть. Ну, теоретически, может, здесь, но я не утверждаю, что этот процесс происходит, просто я не являюсь специалистом в области отношения Кореи с Китаем, но не исключаю, что может быть, вот этот есть фактор. Но он, опять же, это майнер-фактор, так сказать, это не фактор непервостепенной значимости, даже если он есть, он не перекрывает те плюсы, которые получил Китай. Вот Китай, ему нынешняя война очень выгодна, и он ее, он поддерживает этот костер, то есть ему очень важно, конечно, чтобы не полыхнуло, так сказать, чтобы это не превратилось в ядерную войну, потому что это дестабилизация мировой экономики, значит, я уже не говорю о рисках физического уничтожения, но в любом случае использование ядерного оружия это, конечно же, очень сильный фактор дестабилизации, он, скорее всего, очень сильно ударит по экономике, а для экспорта ориентированной китайской экономики, конечно, это серьезный риск, вот, снижение спроса, и, соответственно, а замедление роста экономики в самом Китае очень сильно ударит по населению, население все-таки там в основном очень бедное, и на грани, так сказать, буквально нищеты, и пока экономика растет, но ему что-то перепадает, а как только ему что-то перестанет перепадать, ну, население может оказаться недовольным, тут я напомню, что революция обычно происходит как раз в такие моменты, когда сначала росло-росло, а потом вдруг приостановился рост, да, как говорил Таквиль, в канун Великой Французской революции, в последние десятилетия перед Великой Французской революцией, экономический рост был такой, каким он никогда не был, во всяком случае, после, в течение десятилетий, и, в общем, именно вот это вот, знаете, аппетит приходит во время еды, аппетит пришел, а тут есть нечего, и вот в этот момент как раз революция полыхнет, поэтому для Китая, конечно, приостановка роста это очень серьезный фактор риска, поэтому им важно подогревать этот конфликт, чтобы вот он, так сказать, слегка булькал, ну чтобы не кипел, не покатал, и, так сказать, там котел не разнесло случайно все, вот, и, в общем, Путин, он вот в стратегическом плане, конечно, поставил Россию в зависимости от Китая, потому что он со всеми остальными перессорился, Китай единственный, значит, через кого он там, с кем он может сотрудничать, там, обходить санкции, например, да, ну, то есть это ключевой фактор, там, есть Турция, есть Индия, конечно, есть Иран, там, ну, Иран сам под санками, от него немного там помощи, в этом смысле, ну, есть еще те, кто помогает, но Китай, конечно, ключевой игрок в данном случае, вот, поэтому, проблемы, конечно, есть, но понятно, что Путин не будет ее признавать, понятно, что он будет до последнего рассказывать, что у них равноправные отношения с Китаем, но кто же Путину верит. Аббасовы очень хорошо у себя на странице в Фейсбук прописали о режимах при, вот процитирую, да, нашим зрителям, при авторитаризме формула «Я политика не интересуюсь» является формулой лояльности, при тоталитаризме она превращается в свою противоположность и становится формулой нелояльности, потому что при тоталитаризме власть хочет от людей гораздо большего, не просто неучастия, а активной поддержки своих действий. И вот вы говорите, что ястреби Кремля, якобы толкают Путина к тоталитаризму, и вот хотел бы вас спросить, вам не кажется, что вот Путину сейчас 72 года или около того, он хочет быстрее, он понимает, что время так или иначе его поджимает, он хочет, он делает все категоричнее, он осведомленно идет на конфликты с гражданами, с россиянами, и вот если смотреть на курскую операцию, он ее не видит, да, потом, он бросает, очень много сил и средств, чтобы продвигаться в войне непомерно, да, очень много, и все военные эксперты говорят, что так нельзя воевать, но все же, вот мне кажется, как вы считаете, что ему на все это наплевать, потому что он куда-то не успевает. Ну, Игорь, я все-таки не сказал бы, что он вот однозначно выбирает, оказавшись ситуацией любого выбора, выбирает самое ястребиное, самое радикальное решение. Ну, вот YouTube, например, замедлять начали, но ведь полностью не заблокировали, мобилизацию, например, они не провели, вторую волну, да, очень много говорят об ее необходимости, генералы ее просят, а вот Путин ее не делает. Значит, из Курской области врага, значит, до сих пор не выбили, ну, то есть, такого, что, значит, там, перенапряжение сил любой ценой, так сказать, ну, то есть, такого тоже нет, да, пока вынуждены терпеть. Вот. Поэтому он, в принципе, в какие-то моменты встает в позицию ястреба, в позицию радикала, ну, Навального убили, например, да, но в какие-то моменты он все-таки, ну, этого не делает. То есть, то ли ему мешает, ну, вот это общее понимание, что все-таки эти ястребы, которые его толкнули в войну, в конце концов, встроили его в авантюру, с которой он не знает, что сейчас делать. И, может быть, ну, в значительной степени из-за этого, я думаю, пострадал Патрушев, по которому, ну, де-факто отправили на пенсию. Вот. Может быть, эта причина такая стратегическая, может быть, есть какие-то другие причины, в том числе то, о чем я написал, он не хочет, он понимает вот эту опасность оказаться заложником силовиков, ну, то есть, если ты постоянно будешь, значит, убирать самое жесткое решение из всех возможных, ну, ты очень быстро доведешь до того, что, ну, ты просто полностью... Это же способствует отчурдению общества, да, и ты в какой-то момент, ну, не сможешь не опираться на штыки вот на сто процентов. И тогда ты оказываешься заложником этих штыков, но это то, что в политике называется претерианство, когда номинальный правитель, а реально управляет страной, значит, те, кто эти штыки сжимает, да, так называемая претерианская гвардия, которая, как известно, во времена господствовала этой системы в древнем риме, императоров, они меняли как перчатки иногда по несколько раз в год даже. Вот. Понятно, Путин не хочет этого делать, но тут можно шире, так сказать, сказать, что это не только Путина касается... Почему вообще автократы во всем мире стараются, там, проводить выборы, там, изображать какую-то конкуренцию? То есть теоретически они же могли ничего этого не делать, да, у них есть силовики, опирайся на силовиков, пожалуйста. Но нет, ну, то есть самые глупые, они так делают, да, а те, кто поумнее, они понимают, что это как раз вот это вот выборы, там, опоры на народ, вот это как раз то, что позволяет им быть независимыми от силовиков, да, когда источник твоей власти, добровольно голосующий за тебя граждане, ну, ты держишь силовиков, так сказать, в кулаке. А если силовики знают, что граждане тебя ненавидят и без них тебя в любой момент свергнут, ну, тогда уже получается, ты им меньше нужен, чем они нужны тебе, и ты впадаешь в зависимость от них. Ну, то есть Путин, при том, что стратегически, да, он движется в этом направлении, в направлении тоталитаризма, и впадает в зависимость от силовиков, но он это делает, скорее, все-таки, ну, так, нехотя, да, ну, то есть, в том, что он подозревает, что есть такая проблема, и понимая, что есть такая проблема, он, значит, ну, как бы, вот, знаете, идет два шага вперед, шаг назад, так сказать. Вот у меня такое представление, хотя, повторюсь, это очень нелинейный процесс, Игорь, еще это он такой вот зигзагами, то есть, вот, он какие-то моменты, по всей видимости, распаляется, да, впадает в эмоции, может быть, ему кажется, что успех возможен, успех близок, да, и он так, надо поднажать, да, и он, там, совершает какие-то такие радикальные шаги, ну, типа, убивает Навального, да, то есть, формирует, тем самым, ну, принципиально, новую политическую реальность в России, да, когда уже все, лидеры оппозиции просто тупо убивают, там, не просто, там, морят в тюрьме, да, до этого, до этого долгие годы его терпели на свободе, даже позволяли участвовать в выборах, напомню, каких-то, там, 10 лет назад он еще в выборах участвовал, да, потом, значит, возбудили уголовное дело против него, там, запретили участвовать в выборах к 2018 году, потом посадили, да, потом убили, ну, то есть, вот, постепенное повышение градуса, так сказать, эскалации в отношениях с собственными гражданами, вот, то есть, сам процесс, повторюсь, происходит, да, но он такой носит вигзагообразный характер. В какие-то моменты он, разочаровавшись в том ястребином курсе, который он проводит, да, это было очень заметно в мае-июне, когда он очень сильно пощипал лагерь ястребов, да, и очень сильно укрепил позиции лагеря технократов во время перестановок после выборных, да, когда он там формировал новый кабинет, ну, и, соответственно, там администрации перемены шли, люди новые назначались, вот, то есть, было видно, вот это расчарование было, видимо, связано с результатами выборов, то есть, он, наверное, все-таки почувствовал, что с легитимностью есть серьезные проблемы, при том, что формальные цифры ему нарисовали, но там полдень против Путина, похороны Навального, подписи в поддержку Надеждына, единственного антивоенного кандидата, который дошел, думаю, до момента сбора подписей, вот это все показало Путину, что конструкция, на самом деле, такая, ну, искусственная, да, когда, ну, просто реально нельзя зарегистрировать даже Надеждына и Дунцова, ну, смешно, Путин боится Дунцова и Надеждына, а так же получилось, да, то есть, отчасти, видимо, вот с этим было связано, у него такая неудовлетворенность этим истребенным курсом, отчасти еще тогда, они, помните, попытались в Харьковской области начать наступление в июне, да, и оно, вернее, в конце мая, по-моему, то есть, 10 мая, значит, да, 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 вот, и к июню оно захлебнулось уже, стало понятно, что все, пришлось отступать, и тут еще американцы, очень сильно было расчетно на то, что Америка теперь все прогнула и заблокировала помощь, помните, полгода не было поставок, а потом вдруг к концу весны опять, значит, разблокировало, да, и опять получается, что ястребы, которые потирали руки и говорили, ну, все, Владимир Владимирович, мы их прогнули, да, ошиблись, значит, не прогнули, значит, сейчас на фронт украинцам польется помощь, я думаю, вот совокупность этих причин привела к тому, что вот в тот момент он на ястребинный курс, значит, очень сильно, так сказать, остудил, да, сейчас опять, ну, сейчас вот такое неравномерное, да, то есть с одной стороны есть шаги, которые свидетельствуют о явном, так сказать, вот закручивании гаек в отношении общества, да, с другой стороны многие шаги, ну, типа новой волны мобилизации или там запреты YouTube, они не делаются, они обозначаются, они дискутируются, они не делаются. Кремль, видно, что играет, ну, судя по игре Кремля, значит, там процессы такие неоднозначные, ну, например, значит, сегодня, значит, Кремль, в целом главные кремлевские социологи опубликовали данные опроса относительно вот запрета Child-Free, это один из индикаторов, да, значит, там фарт-лайнеры пытаются запретить вообще вот эту идеологию Child-Free, просто сделать ее наказуемой, пропаганду этой идеологии, и в целом сегодня утром, вернее вчера вечером опубликовал данные опросы, исходя из которого большинство граждан, 48 против 43, по-моему, выступают против этого запрета, да, то есть в целом, ну, если бы ему Киренков сказал, ну, Киренковцы сказали бы, так сказать, все это не надо публиковать, он бы этого не опубликовал, но он это опубликовал, да, то есть они как бы послали сигнал, что общество недовольно вот этой запретительной мерой, понимаете, значит, Кремль счел возможным и выгодным для себя это сделать, это значит, что окончательное решение по вопросу о запрете Child-Free не, значит, не принято, и продолжается еще внутренняя борьба, да, и этот опрос, будучи опубликован, о том, что большинство граждан против запрета, против наказания, вот, ну, это фактор вот давления на сторонников этой идеи, и фактор давления, в том числе на Путина, Валерий Алексеевич, не надо поддерживать эту дурацкую инициативу граждане против, понимаете, в общем, непростая там очень у них внутренняя динамика, Игорь, наверное, я понимаю, что так долго-долго говорил, а в конце концов получилось, что ничего не понятного, инициативу граждан, инициативу граждан, инициативу граждан, инициативу граждан, инициативу граждан, инициативу граждан, Продолжение следует...